Я уже вижу, что к нам присоединилась Ирина Гуреева. Она как раз и продолжит нашу встречу. Ирина – путешественница, фотограф. И сегодня Ирина поделится информацией, как добраться до Сербии. Самые интересные города, необычные места. Сколько стоит самостоятельно прокатиться по всей Сербии? Об этом и многом другом мы узнаем от Ирины. Итак, я с удовольствием передаю слово Ирина вам. Включаю ваш микрофон. Мы видим сейчас ваше фото. Надеюсь, что увидим сейчас и презентацию. Если нужна помощь, говорите. Спасибо, Наталья. Помощь всегда пригодится. Вот, я сейчас... Да, видим презентацию. Отлично. Хорошо. Всем доброго вечера. Кто еще у нас у экрана. Кому интересно послушать про Сербию. Уже, на самом деле, была тема о путешествиях на Балкан. Спасибо большое Леониду Клименко за то, что он рассказал. Довольно-таки интересные факты, интересные маршруты. И я бы хотела тоже внести, скажем так, свою лепту, да, в познание, в познавание этого региона довольно интересного и непосредственно Сербии. Вот, да, и также забыла поблагодарить Настю за потрясающий, на самом деле, вебинар, потому что было очень интересно. Была очень рада ее увидеть. Вот, совершенно потрясающий человек. Большое спасибо. Вот, и сейчас вернемся к моей любимой Сербии. Вот, и еще я бы хотела сказать, что у нас сегодня будет гость. Уже даже рядом со мной. Да, это моя соратница в путешествиях по Сербии. Вот, зовут ее Наталья Янкович. И она, наверное, сама себя представит. Всем привет. Ирина представила меня уже соратнице, уже три года я живу в Сербии. В принципе, могу кое-что рассказать, если какие-то подробности, детали. Может быть, что-то, я знаю, более, ну, не то что глубоко, но детальнее в связи с тем, что живу здесь дольше. Поэтому есть какие-то у вас вопросы, и я готова ответить. Да, и, ну, собственно говоря, меня уже Наталья представила. Да, меня зовут Ирина. Я уже год живу в Сербии. И, собственно, почему, каким образом будет построен наш вебинар? Сначала я расскажу, да, о самой Сербии, да, как, сколько здесь, как сюда добраться. Какие-то определенные цены на разные услуги, да, возможно, это будет кому-то интересно. И как лучше ездить между городами, что можно посмотреть, потому что на самом деле, ну, как бы, когда только я сюда первый раз приехала, я знала только, что, окей, столица – это Белград, да, есть такой режиссер Амир Кустуриц, и, по сути, больше я ничего не знала, и Сербия была для меня открытием. Вот, и, соответственно, для вас я хочу рассказать, вам, вернее, я хочу рассказать о каких-то таких, может быть, затаенных местах, каких-то неизвестных местах, чтобы потом у вас как-то отложилось это в голове, да, и при планировании своего путешествия в Сербию вы бы смогли сделать это более, может быть, интересно или более обширно, скажем так, вот. Также мы расскажем с Наташей о кулинарной Сербии, потому что, честно говоря, без этого эту страну очень сложно представить, то есть без ее кухни очень сложно ее представить, вот. И завершающим таким моментом вебинара будет рассказ, наверное, о том, как прожить в Сербии год, не имея ни ВНЖ или Боровак по-сербски, ни визы. То есть, как вот я, обыкновенный фрилансер, да, мне захотелось сменить страну, я поехала просто, вот, у меня был загранпаспорт, и я поехала в Сербию, и как здесь вот таким образом год прожить? То есть, какие-то такие фишки, которые, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, но, в общем, я расскажу. Вот, то есть, ну, собственно говоря, сама программа такая будет. Почему же стоит ехать в Сербию, почему стоит посидеть эту страну? Ну, во-первых, на такой небольшой территории можно найти совершенно разные достопримечательности, совершенно разные культуры, которые в себе сочетаются, разную природу. То есть, если я живу сейчас с Наташей в Новом Саде, это воеводина, такая довольно-таки равнинная местность, да, но если вы проедете в центральную Сербию или на юг, там будут горы, скалы, и это действительно очень-очень красиво. Вот. Также, как я уже говорила, да, здесь действительно очень вкусная еда, и я с удовольствием, с удовольствием здесь что-то новое каждый раз пробую, причем кухня отличается от севера, там, от севера, кухня отличается, как северная кухня отличается от южной. Вот. И еще таким отличительной особенностью является вежливость, доброжелательность и отзывчивость сербов. Они всегда готовы помочь, всегда что-то подскажут, всегда, в общем, они действительно очень-такой очень дружелюбный, открытый народ. Вот Галина спрашивает, сложно ли язык сербский. Вот, знаете, стыд мне и позор, вот честное слово, я год живу, но сербский я знаю на уровне такого простого-простого общения, то есть я никогда не открывала учебник, никогда не изучала грамматику, просто как бы на слух мне, что я услышала, да, то, что запомнила, вот таким образом общаюсь. Ну, по идее, у меня сербы понимают, и я их, наверное, 80-85% понимаю, то, что они говорят. Вот, поэтому нет, язык не очень сложный, то есть есть много похожего, есть, конечно, их свои особенности, вот, но тех, кому интересно будет, я потом расскажу о сербском языке немножко. Вот, может быть, Наташа скажет про сербский язык? Нет, ну, я разговариваю на сербском, и я учила, и учебник у меня был. На самом деле, он больше похож на украинский, но и русские, в принципе, тоже могут понять, потому что даже не так, он как бы старославянский, такие слова, которые, например, мы использовали там много столетий назад, в принципе, мы знаем о них, там, не знаю, как глаза, это очи, палец, это перст, как перст у нас раньше был и так далее. То есть можно понять, в принципе, несложно. То есть, например, по сравнению, не знаю, даже с английским, если начинать учить английский с нуля, да, то там совсем как бы непонятно. Тот, кто не учил никогда, он не поймет на слух. А, например, сербский можно понять. Ну, то есть основную часть, да, ну, конечно, для того, чтобы общаться легко, стало свободно, нужно его все-таки подучить. Да, и... Спасибо. Да. Вот, и Алена спрашивает, нужна ли виза, и если да, то шенген. Нет. В чем прелесть Сербии? В том, что виза в Сербии не нужна. Здесь можно, ну, крайней мере, для российских граждан можно находиться до 30 дней без визы, потом можно просто сделать визыран и, ну, вернуться в страну. Но об этом я немножко позже расскажу. Вот. Для других граждан я, к сожалению, не смогу подсказать, но, может быть, здесь есть люди, которые, может быть, уже и знают. Вот. В чем еще прелесть Сербии, да, почему сюда можно ехать путешествовать? Потому что здесь доступен любой вид путешествий. Это и велопутешествия, и хайкинг по горам, и паломнические маршруты по всей Сербии, потому что здесь действительно очень большое скопление монастырей, так и церквей, и они православные, и других каких-то конфессий тоже есть, и они все очень такие красивые и очень древние на самом деле. Вот. Также можно совершить какие-то исторические путешествия, если вы большой любитель таких историко-приключенческих фильмов либо книг, либо действительно увлекаетесь историей. Вот. Я очень люблю гастрономические путешествия, и, соответственно, по Сербии мне очень приятно было прокатиться. Вместе вот с Натальей мы ездили. Вот. И так как я, ну, довольно-таки большой тусовщик, то сюда тоже можно приехать, так как здесь проходит один из самых крупных фестивалей Европы Экзит в городе Новый Сад, и помимо этого действительно большое количество различных фестивалей, посвященных как музыке, так и фильмам, театру, каким-то уличным искусствам. Даже есть фестивали, которые посвящены, там, капусте, либо такому каким-то бабам или еще чему-то. То есть, в принципе, как бы много всяких разных причин повеселиться и устраивать фестиваль. Сербы такие, они любят устраивать фестивали и фестивали. В хорошем смысле. Да. Также сюда можно приезжать в любое время, то есть как летом, так и зимой. И вот, собственно говоря, скоро зима, и в декабре открывается капооник. Это такой, это город специальный для... То есть здесь это один вообще считается один из известных лыжных курортов местных на Балканах. И, в принципе, мы когда туда ездили, там интересное место тем, что оно очень располагает для поезда к семьей. То есть, например, может быть для тех людей, которые любят экстрим, то есть может быть не совсем то, но именно семейным парам с детьми, потому что там есть специальное место для обучения школьников, для обучения совсем малышей, там как детский сад такой местный, и на лыжах там ребятишки, не знаю, трех-четырех лет стоят и хочут. То есть очень, очень... Может быть, специально у них такое направление, именно семейный отдых. Всем советую. На самом деле, все, кто из знакомых туда ездил, все были в восторге. Поэтому если задумываетесь, например, о зиме, куда бы поехать кататься на лыжах, то, в принципе, Капонник – это хороший выбор. Да, спасибо. Хочу, знаете, хочу такую вставочку сделать. Вот я вижу, что много очень вопросов. Знаете, давайте... Вот я какой-то один блог закончу, мы закончим с Натальей. И потом ответим, постараемся ответить на большинство ваших вопросов. Потому что если мы постоянно будем отвлекаться на вопросы в ходе задавания их, то вебинар может растянуться на 4-5, а то и больше часов. Поэтому мы так, знаете, немножечко блоками проведем наш вебинар. Вот. Что я хотела добавить про Капонник, то, что туда... Многие путешественники говорят, что туда довольно сложно добраться. Но это не так. То есть если вы заказываете... То есть если вы решили ехать самостоятельно, в любом случае вы будете бронировать комнату либо номер, да, в гестхаусах либо в отелях на самом Капоннике. И, соответственно, у них, у всех есть довольно удобные трансферы, которые собирают группу людей в Белграде и отвозят на Капонник. То есть есть на самом деле три варианта. Есть вариант взять такси в Белграде, но это будет около 400 евро в две стороны. Можно взять вот этот как раз шаттл, да, из Белграда в Капонник. И это будет стоить где-то 26-30 евро примерно на человека. Есть также автобусы, но они очень неудобно ездить. То есть, например, если вы прилетаете в 12 дня, то он уезжает примерно тоже в 12 дня. То есть на самом деле проще всего, вам будет проще всего, и по сути выгоднее всего заказать именно трансфер из самого отеля. Вот как бы такая небольшая добавочка. Вот. Продолжая, собственно говоря, о том, почему уже стоит ехать в Сербию, да, для меня лично, да, я очень большой-большой фанат различных замков, крепостей, собственно, поэтому я люблю всю Европу и Сербию в частности. Вот. То есть здесь действительно очень много таких исторических памятников, которые внесены в список ЮНЕСКО, и вот кто об этом не знает, и кто такой же фанат таких вот, знаете, замков, полуразрушенных каких-то таких мест, я попозже немножечко расскажу об этом. Вот. Также в Сербии есть курорты, которые называются бани. То есть это такие горячие источники, и вот может быть... Да, но на самом деле по всей Сербии очень большое количество различных курортов, потому что Сербия – такое уникальное место, где собраны различные виды, как бы, сказать, правильной лечебности, что ли. То есть есть места, где вода лечебная, есть где воздух, есть где грязи, и поэтому, в принципе, очень многое количество заболеваний можно лечить или как профилактику, например, проводить. То есть в чём плюс вообще вот этих бань? Бани, они не потому, что там парятся, да, то есть в русском понимании немножко не то. Бани именно имеется в виду как водный курорт. Плюс в том, что качество достаточно высокое вот этих вот лечебностей. Я вот не знаю, как правильно выразиться. То есть, например, там воздух, не знаю, грязи, вода и всё вот это, оно достаточно хорошего уровня, но в связи с тем, что не проводится такая, не знаю, маркетинг, такая реклама, как, например, не знаю, Карл Уивар или ещё что-то, там гораздо дороже, но качество примерно то же самое. А здесь, получается, менее раскручено, и качество лечения такое же, но дешевле. То есть поэтому, в принципе, тоже у кого есть какие-то проблемы или с дыхательными путями, или с опорным аппаратом, я вылетела с опорно-двигательным аппаратом или так далее. К сожалению, из-за того, что много разговариваю на сербском, у меня иногда бывает, что я, извините, забываю русские слова. В общем, на самом деле, это хорошие места, и пару раз я была в таких банях. На самом деле, можно даже, если у кого-то будут вопросы конкретно, можно будет посоветовать. У нас, по-моему, даже где-то была небольшая книжечка, как по баням, мы писали там что-то. Да, у меня как бы тоже для вас сегодня будет такой небольшой подарочек, где будут все необходимые ссылки для того, чтобы путешествовать в Сербию, как я собрала. И в том числе будет ссылка, я тоже что-то вставлю, на вот эту книжку, где будет все по всем различным баням рассказывать. Не все там как бы основные, потому что их на самом деле очень много, но по основным. Тут вот у некоторых слушателей возникают какие-то проблемы с вебинарной комнатой. Вы, пожалуйста, перезайдите, может быть, это поможет. Буквально на секунду, Ирина, тогда перебью вас. У того, у кого не получается зайти, зайдите в Хроме, в Google Хроме, в этом браузере, и я думаю, что у вас все откроется, и вы будете смотреть без проблем. Извините, спасибо. Спасибо, Наталья. И также хотелось бы отметить, что в Сербии пока еще все довольно-таки дешево, по сравнению с другими странами Европы. Экологически чистые продукты, да, и Сербия действительно любит русских. Опять же, наверное, пока еще. Сейчас уже редкость в других странах. Вот. И сейчас я бы хотела ответить немножко на вопросы. Так, сейчас мы немножечко... Посмотрим. Так. Вот. Ольга спрашивает по ситуации с мигрантами. Ну, знаете, мы живем в Новесаде, в Новесаде мигрантов, иммигрантов вообще нет. То есть именно вот тех беженцев, о которых, я думаю, Ольга имеет в виду. Их нет, я их вообще ни разу не видела. Вот я, честно говоря, ну, не сторонник там читать очень много новостей, следить за всем. Вот если бы мне бы знакомые не говорили из России, да, друзья, как у вас дела с мигрантами, я бы вообще о них не знала. Потому что, я не знаю, Новесаде их нет. В Белграде, да, в Белграде они есть на вокзале, и их видно, но это не так, чтобы очень... какие-то большие, огромные очереди там или столпотворения. Видимо, либо эта волна уже прошла, и сейчас их меньше, и она как раз добралась вот до Словении, как только говорит, да, и так далее. То есть там вот Хорватия и прочее. Но в Сербии сейчас их меньше. Возможно, они где-то еще есть на границах, там, с Македонией, либо вот там где-то, где они только-только заходят в Сербию. Но вот в общем, да, как бы их не так много, как может показаться там из новостей. Вот. Также спрашивали про транспорт. Общественный транспорт на самом деле доступен и удобен, и я об этом расскажу чуть позже. Также... Про безопасность, там было передвигаться, безопасно ли передвигаться по стране. На самом деле, безопасно. Да, мы ездили, да я даже автостопом ездила один раз. В принципе, нормально. Ну, да, кстати, я редко слышу о каких-то таких, не знаю, ситуациях, что там что-то случилось. Безопасность в плане, не знаю, преступности, она все-таки ниже. Безопасность в плане, как автобусы ездят, не переворачиваются, или я вообще не слышала за три года. Нет, такого особого нет. По-моему, один раз только, один раз был какой-то случай. Ну, это везде бывает. Но это не так, чтобы это постоянно. Также вот просят, есть ли какая-то информация по мероприятиям в Сербии, по фестивалям. Я, знаете, тоже, я записала себе, что нужно добавить ссылочку. Есть такой специальный сайт, у них официальный по всем фестивалям, которые вообще проводятся по всей территории Сербии, и там, на самом деле, он очень удобный, то есть там можно выделить, например, какой-то город, какой-то месяц, и посмотреть, что в это время там проходит. Вот, поэтому это, на самом деле, очень удобно. Это их официальный сайт по туризму. Я обязательно пришлю это. Вот. Так. От одного девушки подсказывают про курортологию. Да, спасибо большое. Видимо, иногда бывает, забываются какие-то русские слова, когда ты находишься за границей. Я не знала, я не знала, периодически сейчас. Вот, да, тут спросили про курорты, наиболее известные в Сербии, да, вот мы обязательно это пришлем. Вот, как раз и будет эта книжка, там основные выбрали. Так, так. Вот еще Наталья может подсказать. Да, отлично. Вот, так, как же добраться до Сербии? На самом деле, проще всего самолетом, вот, и прямые рейсы есть из Москвы, это летает аэрофлот, я в Сербии, иногда они совместно летают. Вот, иногда, вот, недавно была очень большая акция у сербских авиалиний, у них был день рождения, и туда-обратно можно было долететь из Москвы примерно за 11 тысяч рублей, и это считается, в принципе, сейчас довольно дешево, до Белграда полететь. Вот. Также, если с пересадками, то, опять же, из любого города России можно долететь до Москвы, оттуда долететь до Белграда, можно также полететь в Теркшерлайнс, опять же, нужно ловить обязательно какие-то, какие-то, может быть, акции, потому что у них они иногда бывают, и стоимость ваших билетов окажется настолько дешевле, чем это в обычное время бывает, что вы даже, ну, очень сильно удивитесь. Также летает лоукостер Пегасус, тоже турецкий лоукостер, и также летает через Стамбул, но летает он, в основном, только из Москвы, вот, Краснодара, минеральные воды. Может быть, появилось что-то еще, но вот я знаю только вот про вот эти города. Также можно полететь через Подгорицу, это из Москвы и Санкт-Петербурга, и с Эвеном через Тиват из Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, тут, опять же, кому... То есть иногда бывает так, что с пересадкой будет дешевле, кому не жалко время, например, то можно на самом деле и с пересадкой лететь. Вот. По поводу погоды, да, я немножечко попозже тогда остановлюсь, хотя, я думаю, наверное, даже можно и сейчас сказать. В какое время лучше ехать или не ехать в Сербию? Это зависит, наверное, на что вы хотите делать в Сербии. Если хотите кататься на лыжах, то это, конечно, декабрь, инваль, февраль. Если посмотреть Сербию, то лучше, когда более тёплая. Тёплая, да. Даже не с мая, раньше. Здесь более... Здесь тёплый климат достаточно, да, и январь, мне кажется, январь самый такой холодный месяц. Ну, бывает, да. В принципе, сейчас, например, да, у нас сегодня 3 ноября, и на улице у нас, наверное, плюс 13, плюс 15, да? Ну, днём, да, днём, когда солнышко, плюс 15. Пропихает, да. Поэтому, в принципе, можно, не знаю, с марта, с марта-апреля 100% ехать, хотя, например, лето считается июль, июнь, июль, они достаточно жаркие. Здесь доходило в этом году... В этом году до 40 доходило. Да. Ну, как бы лето жаркое. Поэтому, в принципе, смотря, что вы хотите получить. Да. Вот. Единственное, что я могу так на собственном опыте сказать, что, если, допустим, вы хотите по горам полазить, да, и хотите, чтобы было тепло, то лучше, наверное, доехать летом. Это 100%, потому что вот мы были в мае, но тогда была нормально холодная погода, но мы в мае были в горах, и... Было очень холодно. Было холодно, да. Мы не готовы были, честно говоря, к этому немного. Вот. Но, если, допустим, да, действительно вы хотите на лыжах, то это зима. При том, что, например, снег падает в основном только в горах. То есть, например, у нас здесь, ну, в саде в прошлом году снег был только два раза. И причем один раз был на Новый год, и прям нам повезло. Да, повезло, сибирячкам повезло. И потом было еще, по-моему, позже. А так снега обычно нет. Только в горах, где как раз Капаоне. Ну, вот Андрей тоже спрашивает про июльскую погоду. Ну, то есть, если вы любите жару, да, если вы любите жару, то комфортно. Если не любите, то не очень комфортно. Хотя иногда бывает, ну, в июле можно ехать в горы. Да. Вот это вот отлично будет. А вот по городам, например, все-таки лучше или раньше, или позже выбрать время. Да, комфортнее. Так, цены на еду, жилье и развлечения. Ну, то есть, это опять же, чтобы вы примерно, то есть, это не фиксированы какие-то цены, это, я говорю, от скольки-то. То есть, чтобы примерно вы понимали, да, если вы ни разу здесь не были, сколько вам, какой бюджет вам нужно запланировать на то, чтобы побыть в этой стране. Цены на проживание в Белграде, то есть, на самом деле, можно выбрать несколько вариантов. Можно взять Airbnb. Можно взять Airbnb, можно снять хостел, и можно остановиться в отеле. В Airbnb самая дешевая квартира в Белграде примерно от 15 евро, ну, примерно. То есть, там можно найти дешевле, но я, знаете, не советую, просто, мне кажется, легче снять чуть подороже, но ближе к центру, да, где можно погулять, где можно походить и не тратиться, например, на такси или общественный транспорт. Чем-то далеко-далеко будет, ну, где будет дешевле, но потом тратится на общественный транспорт, который, кстати, в Сербии, ну, не очень дешевый, именно такой городской. Если бензин, учитывая, бензин достаточно дорогой. То есть, например, в сравнении с российским, да, и бензин, и, соответственно, проезд тоже достаточно дорогой получается. Вот, в хостеле, в центре можно найти, на самом деле, номера, да, вот 7 евро, ну, это как бы 4 кровати в номере будет, но, например, если вы целой компанией какой-то, да, там, 2-4 человека, например, путешествуете, то, мне кажется, это вообще вполне нормально и очень-очень бюджетно. И сами хостелы, они очень интересно сделаны, они все-таки тематические и довольно интересно. Можно встретить очень много путешественников со всего мира и совершенно потрясающие истории, к тому же еще и узнать и вместе даже погулять. Вот. И также отели в старом центре в Белграде, ну, от 60 примерно евро. Может, можно есть, можно найти дешевле, но вот такая средняя цена, да, от 60 евро. Вот, хороший отель считается. Вот. В новей сайте чуть дешевле, в принципе, тот же самый набор. И я забыла, кстати, сказать, если действительно вы хотите прям попасть во что-то, как бы, прям в семью, да, например, или какому-то там местному, местной серфике или по сергу, да, то можно воспользоваться сервисом каучсерфинг. Я, по-моему, уже об этом сервисе в некоторых поступлениях ребята рассказывали, да, то есть когда вы просто спрашиваете, можно ли у вас остановиться на пару дней, да, и владелец квартир, да, он спокойно соглашается, вы приезжаете, остались у него, он рассказывает разные истории и либо с вами ходит по городу, много что интересного рассказывает, о чем вы, может быть, никогда бы не узнали, если вы не познакомились с каучсерфером, в Сербии их довольно много, и они все очень дружелюбные, и с ними очень довольно, с ними приятно общаться, у них даже проходят такие, знаете, в новей сайте, например, есть целые ивенты, да, где собираются каучсерферы, которые, либо кто приехал как раз путешественники, либо кто сдает квартиру, то они все вместе собираются и рассказывают там различные истории из путешествий, как можно путешествовать туда-то, как можно путешествовать туда-то, ну, и прочие-прочие веселости всякие дела. То есть, на самом деле, очень интересно. Вот. Что касается цен на питание, опять же, я говорю очень-очень усредненно, но просто, чтобы хотя бы вы понимали, какой уровень цен. То есть, в Белграде ценник на двоих в ресторане будет от 15 евро, может быть больше, может быть меньше, в зависимости от ресторана. Ну, вот это такой, знаете, пример. Но в сайте от 10 можно покушать, причем туда будет входить две большие порции, например, мяса там или рыбы, да, также… Есть вообще, в принципе, очень большие порции. Да, сейчас уже привыкли, а первое время шок небольшой был. То есть, берешь, например, на каждого второй, да, салат, еще что-то там огромные такие, бодьи, можно сказать, принесут огромные. Если это будет мясо, то это будет огромный кусок мяса. То есть, в основном, в большинстве ресторанов это так. В принципе, наедаться иногда берем, если, например, девочки немного едят, то вообще мы с мужем иногда берем одну на двоих, потому что реально физически тяжело это съесть. Да, и в этом плане точно. Даже у нас один раз, когда мы только первый раз сюда приехали, официантка сказала, вы уверены, что вы хотите целую порцию, может быть, на двоих возьмете? И мы сначала удивились, мы действительно не поняли, почему. Когда она принесла по половине порции мне и моей подруге, мы поняли, почему, потому что действительно порции были очень большие. И что я хочу сказать, то что на юге Сербии цены в ресторанах, они в принципе, не в разы, конечно, но процентов на 10-20 будут дешевле. Ну вот, в центральной Сербии, в южной Сербии вот так. Потому что и туристов меньше сравнительно. Ну вот, ну если говорить про бары, то в принципе все довольно дешево, потому что в какой-то степени цены от магазинных не отличаются, вернее, немножко отличаются, но не так, чтобы там в два или в три раза, например. То есть в принципе тоже можно, да, приемлемо, можно спокойно там выпить бокал вина. Можно спокойно напить, это недорого. Нет, ну то есть на самом деле сербы, они любят выпить там бокал винар там вечером, посидеть в летнике, да, или бокал пива, и это в принципе нормально. Да. Цены на питание. Ну опять же, отличаются магазины и рынки, но на рынках дешевле и зависит также от времени года. Мы, например, летом покупали, да, мы летом покупали виноград за 35 рублей примерно килограмм, например, такое было. Ну то есть фрукты, овощи, все очень дешево летом, зимой чуть подороже, но все равно приемлемо и в любом случае дешевле, чем в России. Вот, я не буду говорить конкретно, сколько что стоит, да, то есть когда вы записи посмотрите, вы просто на слайдерах увидите цены, то есть примерно будете понимать. Так, вот, давайте посмотрим вопросы какие-то, может быть, если есть. Вот, Наталья ездит по сербским баням, да, приятно там. Вот, ребята тоже уже хотят в Сербию. Приглашаем вас, да, добро пожаловать. Да, Настя, потом точно в Италию. Как раз отсюда можно быстро добраться. Так, ну да, давайте, давайте продолжим дальше. Если есть какие-то вопросы, вы задавайте все равно, вот, может быть, позже немножечко мы вам на них ответим. Вернее, не может быть, а точно на них потом ответим. Так, о транспорте Сербии. Вот, был вопрос по поводу транспортного сообщения, да. На самом деле, автобусное сообщение между городами очень хорошо развито, я считаю. То есть, в принципе, почти что... Это основной транспорт, да. Да, это... Есть и поезда, но все-таки основной транспорт, автобус. И он быстрее, чем поезда, но немножечко дороже. То есть, смотрите, опять же, ссылки все, которые понадобятся вам по планированию путешествия, я пришлю. Да, некоторые сервисы на Сербском, но я думаю, в принципе, вы сможете понять, либо просто гуглом переведете. Вот, но, чтобы опять же ориентироваться в ценах, по городу стоимость проезда 27 рублей, ну, это примерно пол... Это получается, например, если сравнивать, то это зависит от города, кстати. На примере, если брать новый стад, по городу стоит 55 динар, это, грубо говоря, половина 50 центов. Да. По процентам. Да. Да, дороже, дороже, дороже. Ну, то есть, общественный транспорт, который внутри города ходит, да, в любом случае дороже. Поэтому, как бы, здесь покупают карточки, но, как бы, если человек здесь просто путешествует, то можно, в принципе, возиться в такси, можно гулять пешком, либо, вот, да, либо пользоваться, ну, автобусом. В ближайшие города также можно ездить общественным транспортом, и чаще всего он так и ездит. То есть, например, из Новесада, там, в какой-нибудь... Странский Карлов. Да, в ближайшие городки стоимость билета будет тот 70 рублей, но это, например, ехать примерно 20-30 минут. Ну, примерно так. Это, по-моему, 10-15 километров. Да, да, то есть, ну, такое. Если ездить на более-таки дальние расстояния, например, вот, если из Белграда вниз ехать, да, то стоимость от 850 рублей. Причем, вот, ну, как вы видите, я здесь такой скриншот сделала, то есть, есть такой сервис Rome2Real, где примерно можно посмотреть цены на билеты и варианты переездов. То есть, например, можно ли добраться прямым поездом, можно ли добраться... Каким образом с пересадками можно добраться? И вот у меня здесь просто показано в сербских динарах цены. Соответственно, это примерно можно делить на 1,7, и это будет цены в рублях. Вот. И также, например, если говорить о переезде, вот, для меня очень близко это, если переезд Белград-Новесад. Я часто, довольно часто езжу в Белград, например, какие-то концерты могут быть, да, то на автобусе в одну сторону переезд будет около 400 рублей и ехать примерно час-двадцать на автобусе. Если покупать туда-обратный билет, то процентов на 10-20 будет дешевле. Ну вот, то есть, если, допустим, вы... вам нужен туда-обратный билет, то лучше сразу его покупать. Вот. Это, как бы, такая информация. И, опять же, например, покажу пример, да, так как Сербия окружена разными странами, да, и довольно близко, да, и довольно-таки просто можно туда доехать, то вот здесь я даже специально тоже сделала скриншот. Вот на сегодня можно было уехать, вернее, еще можно уехать в 22-25 до Будапешта, если у вас есть шенген. Стоит в одну... в две стороны, то есть туда-обратно 40 евро будет стоить. В одну сторону стоит... Три, два, двадцать, двадцать пять примерно евро. Вот, то есть... Ну, то есть, получается, так бы в одну сторону 3000 динар, да, туда-обратно 4730. То есть вот насколько дешевле. Да, то есть, ну, это уже видно. На тысячу 270 дешевле. Соответственно, вот эту ссылку также будет, она будет в специальном файлике, где вы сможете, то есть, опять же, где вот эти вот ссылки вам помогут спланировать путешествие. А я еще хотела сказать про проезд на... не только на автобусах, а на поездах. А, окей. В Четку. Да, то есть про поезда мы сейчас немножечко его позже скажем тоже, как бы... Такси тоже не стоит исключать, да, то есть иногда бывает очень удобно и... Близко достаточно. Хотя, если, например, на дальнее расстояние, я бы не сказала, что такси очень дешевое, но, например, как Нови-Сад, не такой большой город, и, в принципе, тут с одного конца города на другой, это не так далеко, и поэтому иногда выгодно поехать на такси. А вот если, допустим, Белград смотреть, то у них там по территориям, по зонам, как бы, разделяется, и там уже совсем другие цены, поэтому там, на самом деле, люди ездят все-таки больше на общественном транспорте, тем более он там очень разный. Там и трамваи есть, и автобусы, и разные-разные, то есть все между собой соединено. Единственное, что метро нет. Вот. Также хотела бы затронуть тему поездов. В принципе, поезда в Сербии, по крайней мере, из Белграда в Нови-Сад довольно-таки приятный поезд, особенно локальный, то есть у них различается так локальный поезд, между городской и международный поезд. Вернее, локальный, быстрый и международный поезд, вот такой. И вот этот локальный поезд, который особенно в Белград-Нови-Сад, он очень приятный, и туда-обратно стоимость примерно... Так, и сколько она получит? 480 динар разделить. По-моему, туда-обратно. 480 динар. Ты имеешь в виду, сколько евро? Да. Ну, это 4 евро получается. 4 евро, да, да, да. То есть 4 евро – это туда-обратно съездить из Нови-Сада в Белград и обратно, либо Белград-Нови-Сад в Белград. То есть кому-то это будет полезно, то вот такая информация. Единственное, можно я скажу, не знаю, вот почему так, какая-то черта местная, сербская, почему-то поезда очень часто опаздывают. Ну, вот мы последний раз уездили, пока ни разу не попали. Потому что я в это сталкивалась уже неоднократно, я как-то раз ехала из Белград за место часа с чем-то, там было два с чем-то. Поэтому, если, например, вы едете, у вас очень много времени, да, и вы как бы никуда не ограничены временем, не торопитесь, то тогда лучше ехать поездом. Там можно смотреть в окно, посмотреть Сербию даже вот между городами, потому что чаще всего автобус, он идет или по автобану, или есть еще другой путь, там как-то еще тоже можно посмотреть страну. Но если у вас определенное время, да, если вы едете, например, самолеты, у вас как-то ограничено, то я, честно, советую воспользоваться автобусом, они ходят очень четко, но они получаются дороже. И очень часто, кстати. И часто, да. Да, это самое главное. То есть, допустим, опять же, Белград на веса, там автобус каждые 15 минут, то есть просто разные перевозчики, но он каждые 15 минут почти ходит. Соответственно, это гораздо удобнее, чем ждать два часа по поезду. Вот. Опять же, вот эти вот ссылочки тоже будут в файлике. И, знаете, иногда такое, довольно часто вижу вопрос, когда ехать из аэропорта в Белграде до самого города, здесь есть два автобуса, автобус А1 и автобус 72-й. А1 ходит каждые полчаса. Ходит он с 12 ночи до 23.00. То есть, по сути, почти круглосуточно. То есть, довольно-таки очень удобно. Если, например, вам из Белграда нужно пересесть куда-то дальше до какого-то другого города, то вот этот автобус А1, он как раз останавливается у автовокзала и ЖД-вокзала, который находится, в принципе, в одном месте. Вот. И, соответственно, можете легко уже там пересесть и ехать в другой нужный вам город. Также ссылочку я эту вставлю в файлик, и там вы можете посмотреть карту и расписание этих автобусов. Вот. Так. Спрашивают по поводу... Сколько стоит такси от аэропорта Белграда до центра? Если говорить в евро, то до центра будет стоить около 15 евро примерно. 15-20 евро на самом деле. Вот. Может быть, иногда... Да, да, вот Наталья сказала 15 евро. Да, 15-20. В зависимости от перевозчика. Да, так по-разному бывает. Как вы пойдете на таксистов. Спрашивали также про аренду и сколько это примерно стоит. Так. Вот сама я просто не вожу, поэтому с арендой машины довольно сложно что-то подсказать. У меня, конечно, есть довольно полезная ссылка. Вот. Опять же, она есть в том файлике, который я пришлю. И там вы сможете посмотреть все цены. То есть вы посмотрите, из какого города, в какой вам лучше поехать. И этот, кстати, сервис, он помимо сервисского, он и на русском, и на английском. Вот. Поэтому, я думаю, как бы лучше там посмотреть. Причем, по-моему, до этого, вот когда Леонид рассказывал про Сербию, несколько дней назад, он затрагивал тему про аренду автомобиля, потому что он говорил про автопутешествия. Вот. По поводу, кстати, прав с российскими правами, можно ли путешествовать. Официально ничего не могу сказать, но знаю, что у меня ни один знакомый русский, который здесь живет и работает, они ездят на машине и ездят с русскими правами, с российскими, их останавливают. Там есть полиция, останавливая по каким-то причинам. У меня не было вопросов. Ну, это, наверное, имеется в виду только, вот есть российские права, которые пластиковая карточка, потому что раньше, по-моему, еще такие большие. Ну, сейчас у всех пластиковые. То есть у вопросов, не, я специально задала этот вопрос, были ли проблемы, и сказали, что нет, при том, что останавливали. Да, спасибо. Так, и вот где же остановиться в Сербии? То есть, смотрите, на самом деле остановиться можно в любом городе, в любом селе, смотря, что вы хотите. Но я бы хотела просто перечислить три главных города и один мой любимый. Один из моих любимых. То есть мы расскажем о Белграде, о Ниши, о Новисаде и о Субботице. Такие разные довольно-таки города находятся в разных частях Сербии. Вот. Белград на самом деле... Это столица страны. И Белград интересный город тем, что он такой своеобразный, и там соединяется... То есть все зависит от истории, да, если вы, например, хотя бы чуть-чуть знакомы с историей Сербии, наверное, знаете о том, что несколько сотен лет практически на всей территории Сербии властвовали турки. И, соответственно, конечно, они внесли свое в архитектуру, и поэтому, например, в Белграде можно что-то и такое есть, и восточное, и в то же время западное. И в Белграде город достаточно большой, там, по-моему, около двух миллионов человек. Это вот прям столица. То есть я не могу сказать, например, придя в Белград, ну, можно сказать, что вот это прям Сербия настоящая, там, как бы почувствовать Сербию. Чтобы вообще, в принципе, почувствовать Сербию, нужно поездить по разным городам, потому что они абсолютно, абсолютно не похожи друг на друга. И Белград, ну, так как основные, например, есть самая известная улица князя Михайлова, это, по-моему, она как раз, да, на фотографии. Пешеходная улица князя Михайлова, это как Арбат, наверное, в Москве, где можно прогуляться, где можно посидеть в кафешках, в ресторанах, здесь что-то продают, какие-то мелочи, музыканты играют, такая приятная атмосфера. Есть известное место Калимэгден, эти фотографии Калимэгдена. Да, это крепость Белграда основная. Очень много, на самом деле, с этим местом связано легенд, интересных историй. Но, как бы, за минутку невозможно рассказать. На самом деле, интересно погулять даже там, потому что там еще очень шикарные виды, и на реку, там соединяются две реки Дуна и Сава, безумно красивые виды. Один из мест, вот, кстати, еще в Скадарле, это известная богемная улица, так скажем. То есть здесь собирались раньше разные богемные артисты, актеры, музыканты, художники. Да, очень место интересное, интересно оформлено и своей повторимой атмосферой. Да, если, допустим, вы хотите поужинать в очень таком довольно веселом таком месте, то спокойно приходите на Скадарле. И называется она, на самом деле, Скадарская улица, но все ее называют Скадарле, и, как мне кажется, это уменьшительно, вылазкатель, наверное. То есть это получается, как князя Михайлова, это арбат, а Скадарля, это как мануар. Ну, только гораздо меньше. Да, да. Там очень вкусно, на самом деле. То есть есть ресторанчик, где можно остановиться и под живую музыку, настоящую, сердцкую, покушать, да, развесел брать. Вот это точно. То есть вечером, когда особенно так стемнеет, там везде горят огоньки, и музыканты играют, и ты, не знаю, там кушаешь, может быть, там какое-нибудь мясо и обязательно мясо, да, и ведешь какие-нибудь неспешные разговоры, да, может быть, даже о той же политике или о путешествии, или о чем угодно, да, за бокалом вина. Ну, мне кажется, это очень прикольно и очень интересно. Есть еще такой район в Белграде, Земун. На самом деле, раньше он был таким, это был австрийский город, то есть Белград принадлежал Сербии, да, вернее, даже больше к туркам. Да, он частично потом переходил. Да, то есть там постоянно переходили, а Земун был бы на австрийский, но на пограничье было, на границе, получается, он находился. И, соответственно, то есть там совсем несколько другая архитектура, да, и такое старинное место, не знаю, но как-то, когда я там гуляю, мне такое само напрашивается, сказать, какое-то купеческое место, не знаю, купечество там жило, все это старые здания красивые, интересные. Тоже интересно, один из достопримечательностей Белграда, можно туда съездить, погулять. Да, и вот Настя сегодня говорила о том, что можно зарабатывать с помощью фотографий. Так вот, здесь на самом деле можно залезть на холм в Зему, да, и перед вами, по сути, откроется панорама на Белград, на реку, и вот оттуда можно делать совершенно потрясающие фотографии. Так, есть еще такой город Ниш, это, как считается, третья столица. То есть у нас, вот так если представлять, это Белград, это основная столица, но Весад, это считается культурная столица, так называемая, а Ниш это южная столица, то есть она находится в Южной Сербии, там совершенно другая архитектура, то есть там очень сильно чувствуется все-таки восточное влияние, но именно для того, чтобы понять и почувствовать эту страну, Сербию, я вам искренне советую все-таки в Ниш тоже съездить. Основной достопримечательностью Ниша, это как бы крепость Ниши, мы на самом деле не будем останавливаться и подробно рассказывать о них, потому что, мне кажется, не имеет смысла, просто чтобы вы понимали, что за город, то есть в Ниши есть крепость, есть обязательно... Знаешь, кстати, есть крепость, получается, в Белграде есть крепость своя, да, основная в Ниши есть своя, в Новесаде есть своя, в принципе, крепости везде. Ну да, да, но они друг от друга, конечно, отличаются, и вот здесь на самом деле она почти не сохранилась, но сохранились ворота и сохранились какие-то здания там внутри, из которых эти здания переделаны там, допустим, в художественной галерее. Основной достопримечательностью еще Ниши является башня Черепов или Черекула. Там у нее тоже своя история, и она олицетворяет борьбу турок и сербов, то есть как сербы воевали за свою независимость от турок. И, как сказать, турки сделали... То есть эти черепа, это черепа сербских воинов, и турки хотели наказать восставших сербов и устрашить остальных, кто еще, может быть, не восстал, но хотели восстать. Но для сербов эта башня, она как бы стала символом борьбы, символом храбрости сербских воинов, и в конце концов, в общем, они освободились от турецкого владычества. И также в Ниши... Недалеко, вернее, от Ниши, к югу, там можно съездить в древнеримский город Миттиану, и если кто-то увлекается историей древнего Рима, то вам, на самом деле, там очень понравится, потому что, да, это, конечно, не римские развалины какие-то, не итальянские, но здесь была древнеримская империя, и свой след огромный, на самом деле, она оставила, и я об этом немножко тоже еще позже расскажу, но если вы будете в районе Ниши, то можно съездить еще и сюда. Он находится, на самом деле, недалеко, там буквально 15 минут ехать на машине. Так, и кроме этого, как и в любом большом, относительно большом городе, в Сербии, есть обязательно центральная пешеходная улица, где можно погулять, и здесь она также есть. Очень, видите, насладиться рамки или... Да, да, или, конечно, просто отдохнуть. И вот еще одной такой достопримечательностью в Ниши является дом Друида. Мы с Наташей были в прошлом... Нет, позапрошлом. Нет, в прошлом мае. В 2014 году там у него были в гостях. Вот, то есть он абсолютно вегетарианец. У него все сделано из каких-то трав, из каких-то орехов и тому подобное. И на самом деле было очень интересно и очень положительно. Там была еще, помнишь, колбаса из... Из чего есть трав у него? Да, да. Колбаса. Да, он нам порезал колбасу, мы спрашиваем, как же вы ей режете колбасу, если она, как бы, да, если вы вегетарианец. А он сказал, что колбаса была сделана из трав и, как бы, закопченная колбаса из трав. Я очень сильно удивилась, но на вкус она была довольно интересна и похожа. Да, видимо, копченость добавляет своего шарма, что ли. Ну вот, но на самом деле очень интересно. Если, опять же, будете в Ниши, то можно зайти сюда. Как дойти до туда, я, наверное, напишу, потому что я не очень помню. Ну да, да, сейчас на вскидку. Надо просто посмотреть адрес, потому что у нас есть. На самом деле можно даже и адрес, и контакты этого друга. Да, кому интересно. Они достаточно известны в Ниши. И можно интересно туда сходить, потому что у него какие-то лекарственные есть, настойки, травки какие-то, он может посоветовать их в плане здоровья. И, собственно говоря, предпоследний город, Новый сад. Мы здесь живем. Вторая столица семьи, культурная, скажем так. Да. То есть я очень люблю этот город за его, знаете, спокойствие одновременно. И то же самое, он может быть спокойным, может быть очень шумным, может быть очень живым, может быть, ну, в общем, как бы он сочетает в себе довольно разные стороны. Вот. И у него довольно много достопримечательностей, но он на самом деле очень сильно отличается от Белграда и от Ниши и вообще от других городов, потому что, ну, в свое время он был таким... Он не был турецким. Да, он не был турецким. Он был какой-то время Австро-Венгрия им владела, Сербия, поэтому здесь, в принципе, нет таких турецких напевов. То есть если посмотреть, да, то есть если посмотреть даже вот на фотографии, то как бы видно, что это больше такое центральноевропейское, значит, что-то типа на самом деле немножко Австрию напоминает, немножко, может быть, Венгрию, ну, то что-то такое. Более западное, что ли, я не знаю. Вот. То есть обязательно, если будете нависать, погуляйте по старому городу. Здесь вы найдете разные-разные-разные ресторанчики, кафешки. Собственно говоря, вот до этого был сам... у них самый главный почему-то символ Новинсада католический собор, хотя Сербия православная. Ну, да, из-за того, что он был Австро-Венгрии, и на самом деле здесь, в Новинсаде, очень много венгров. Ну, да. Есть достаточно много русских и много венгров живут, и с этим связано. Ну, да, да, тоже, да, на самом деле. Вот. Есть синагога в том числе, тоже довольно-таки мощное такое здание, и находится, ну, по сути, в центре, совсем недалеко от старого города, то есть там через дорогу буквально. И здесь проводят очень интересные и такие симфонические... Да, симфонические концерты проводят, да, то есть у них очень хорошая акустика в синагоге. Вот. Естественно... Своя крепость. Да, своя есть крепость Петровородин, тоже является символом Новинсада. И именно в этом... То есть крепость очень большая, одна из самых больших в Европе, и ее называют Гибралтаром на Дунай, потому что это единственная, почти единственная крепость, которая не сдалась под напором турков. Вот. И сейчас здесь множество... Здесь два музея есть, есть отель, где можно становиться, и каждый июль здесь проходят фестивали. Экзеты, о котором я уже говорила, то есть, по сути, все... Все, как бы... Сцены. Сцены, да, то есть они находятся на разных уровнях по всей территории крепости. То есть там, на самом деле, до 20 сцен. И, соответственно, вот в этом году, например, на фестивале было 150 тысяч человек, и они, по сути, все здесь совместились. И, да, народу было много, было весело, но никакого столпотворения не было. Если, например, вы приехали в Новый сад, то можно заехать и в Стрельский Карловце, потому что он находится в 12 минутах буквально от Новый сада, но он такой, знаете, своеобразный такой город-деревня, очень тихо, очень спокойно, и также есть своя прелесть у этого города. И здесь также есть целая улица виноделин, где, если, допустим, вы любите вино, особенно домашнее, то можно будет приобрести различные-различные вины именно здесь. И Воеводина, то есть как бы северная часть Сербии, она знаменита своим специальным таким вином, называется Бермет. Чем-то напоминает вермут, то есть как бы вино настояно на травах, настояно на винограде, и вот именно здесь, в Стрельск Карловце, вы можете найти очень вкусный бермет, и мы пробовали белый бермет. Действительно, очень вкусный. А еще я хотела бы сказать, что в Стрельск Карловце, что мне запомнилось, там есть потрясающая церковь. Учитывая, что я не хожу много по церквям, как бы не особо фаната, любитель, но эта церковь, она настолько интересна, потому что какое-то совмещение православного и как бы католицизма, что ли. То есть я первый раз в жизни такую церковь. Я когда ее увидела, на самом деле, это был очень яркий солнечный день, у них были песнопения, и выведены колонки на улицу, и поэтому вот эти вот голоса тонкие, красивые, эти хор пел. И когда я зашла вовнутрь, ну, просто потрясающее ощущение, что она совсем другая, она не такая, как обычная православная, хотя считается православной. Очень красиво внутри, очень красиво расписанные фрески. И если вы будете с Ремских Карловцев, я искренне советую именно зайти вовнутрь, посмотреть, просто даже ради интереса, потому что таких церквей я ни разу не увидела. С каким-то вот таким католическим оттенком. Ну да, кстати, я согласна, потому что она, на самом деле, там спокойно. Ну да, и спокойно, и она сильно отличается от обычной православной. Хотела бы еще рассказать о городе Субофиц. То есть, на самом деле, может, мало кто знает об этом городе, но город, он находится в 10 километрах от Венгрии, и он вообще не сербский. Ну, то есть, там, конечно, есть сербы, но мне кажется, там, по-моему, больше или половина венгров, что неудивительно. И он такой, знаете, пряничный немножко город. То есть, у него очень интересные здания, мне очень нравится там гулять, он очень спокойный, и там, может, там лучше даже не на машине ездить, а именно вот прям только гулять бешком, да. И это, на самом деле, очень-очень прикольно. Вот, то есть, даже если вы посмотрите на фотографию, ну, вот эта городская ратуша, то есть, как может быть вот такой, вот знаете, какой-то сказочный домик быть городской мэрией? Вот это Субофица, и он, соответственно, он такой вот и есть. Собяна мэрия. Да. Вот, то есть, обязательно, как бы, у меня просто такая привычка, да, не знаю почему, но в каждом городе, в каком-то таком загранице, да, я нахожусь в синагогу и не всегда посещаю, потому что не всегда можно, но они какие-то своеобразные, у них архитектура, и здесь она тоже, как и в Новесаде, очень такая величественная, и она мне очень, ну, как бы, по архитектуре очень понравилась. Вот, также обязательно, конечно, будет Католический собор в Субофице, так как венгры, а не католики. И вот, если от этого собора, пройти, в общем, недалеко от этого собора есть автобусная остановка, на которой можно сесть, но, по-моему, на шестой автобус, на автобус номер шесть, и он довезет вас до озера Парич. И вот о нем я тоже бы хотела рассказать, что если вы в Субофице будете, то можно обязательно съездить, как бы, на него, на это озеро, и попробовать местную рыбку, сделанную на гриле, потому что, в принципе, Сербия, конечно, мясная страна, да, но там, вот именно на этом озере, делают очень вкусную рыбу, и когда вы только заходите, на самом деле, на территорию этого, ну, как бы, озера-парка, ну, вот, то аромат рыбного гриля, он, по-моему, повсюду летает, это очень вкусно. И рядышком будет зоопарк, рядом с этим озером есть зоопарк, тоже обязательно сходите туда, потому что там, на самом деле, есть даже открытые такие вольеры, где такой своеобразный контакт, что ли, зоопарк, как называется. Да, и, то есть, если вы путешествуете с детьми, то детям там очень понравится, потому что там, ну, вот эти животные, как бы, они, их можно погладить, их можно покормить, в общем, что угодно, то есть, мне кажется, развлечения для детей очень такое веселое. Вот, я бы делала вопросы, спрашивали про... Сейчас, минуточку. Спрашивали про бесплатные экскурсии в Белграде. Да, ну, у Токбуса есть все экскурсии, но они не бесплатные. Они не бесплатные точно, да. Есть открытые автобусы, такие двухэтажные, можно прокатиться там, гиды вещают, но они нет на русском языке. Есть на английском, на сербском. По-моему, на английском есть. На английском точно есть, да. Да. Ну, да. Стоит это, по-моему, не помню. Не помню, я была, наверное, года два назад, Катас. Интересно, но не бесплатно. Да, ну, я думаю, стоит, но, в принципе, таково. Ну, недорого, конечно, там, не помню, честно, даже не помню цифры. Я запишу себе, просто уточнить, потому что, на самом деле, да, я тоже не очень... Знаю, что есть, но не знаю, сколько стоит, потому что, честно, ни разу не пользовалась. Так, сейчас экскурсию. Еще здесь вопрос про новогодние каникулы. Стоит поехать в плане погоды. Честно сказать, то есть, вообще, они разные новые года, да. Бывает сильно теплые, бывает холоднее, но вот этот Новый год был холодный, был со снегом, но, в принципе, достаточно тепло. То есть, сравнивать с чем? Я, например, сравнивать с своим Новосибирском родным, потому что здесь вообще жарища Африка. Если, например, вы откуда-то из Краснодара, то мне кажется, это примерно такая же погода, как Краснодарский край. Ну да, то есть плюс пять, плюс десять. Да, да, может быть, ночью ноль, минус там, может быть, может быть, минус... В этом году было, по-моему, минус пятнадцать. Один, один, да, именно на Новый год. И это все удивились, но это было так. Вот, а, допустим, мне рассказывали, что в один Новый год было вообще, когда ходили просто в ветровках. То есть, ну раз на раз не приходится. Какая температура зимой? Ну вот, вот такая температура. Ну, в принципе, получается плюсовая очень часто. Бывают дни, когда и минус. Но, опять-таки, я сравниваю, что я прожила всю жизнь в Новосибирске. Здесь немножко воспринимается чуть тяжелее. То есть, или из-за влажности, не знаю, то есть, там минус пять здешний, это как минус 10, минус 12 в Новосибирске. То есть, но здесь непродолжительно. Да, непродолжительно. Вот это, правильно. Здесь нет такого, что месяц холодно, и все. То есть, это может быть несколько дней, там ноль, и все замерзают, такие, что холодно, холодно, а потом, например, две недели, может быть, плюс 5, плюс 10, плюс 15. Да. То есть, по-разному есть, если это квартиры, то это часть квартир отапливается, как у нас в России, центральное отопление, часть квартир так не отапливается, то есть, там нужно, либо используют электрические печи, либо с газом отапливаются. Ну, честно говоря, естественно, по понятным причинам газ здесь дороже, чем в России, и газом достаточно дорого отапливать. Но в связи с тем, что зима достаточно короткая, то есть, это не как там, не 5 месяцев, да, то здесь отапливают, не знаю, декабрь, может быть, январь, вот так конкретно. В принципе, в общей сложности не так дорого выходит. Но вот на самом деле могу сказать, что если, например, то есть, на своем примере, опять же, зимой лучше снимать квартиру, например, с центральным отоплением, это будет дешевле, так как у них центральное отопление, у них то, что из-за того, что достаточно дорого выходит стоимость в месяц, если бы, например, вот человек живет год, и если бы он платил только зимой за отопление, это было бы очень дорого, поэтому они раскидывают всю эту стоимость на год, на 12, на 12, раскидывают на каждый месяц по чуть-чуть. Поэтому, если, например, вы приезжаете сюда летом, то я искренне не советую снимать квартиру, например, на месяц вы приедете или там больше, не снимать квартиру с центральным отоплением, потому что вы будете платить, соответственно, как бы за зиму, а вот если вы приезжаете зимой, то тогда вам выгоднее именно снимать центральное отопление. Кстати, еще хотела сказать про воду, как в Европе, здесь очень распространены нагревания воды, то есть есть квартиры опять-таки с теплой водой как центральное отопление, да и так, теплая вода, как у нас в России, но очень много квартир, большинство, даже можно сказать, с квартир с водонагревателями, с водонагревателями. Здесь это, в этом плане мне здесь не нравится, хотя мне повезло в моей квартире как раз центральное отопление и вода теплая. Спрашивают про уровень жизни в Сербии. Давайте вот на этот вопрос, уровень жизни, зарплаты, мы ответим в конце, когда будем рассказывать, как жить вообще в Сербии, да, сейчас продолжим, наверное, немножко, ну, как бы, дальше рассказывать про Сербию. Вот, о, привет, снова Сиба. Да, очень приятно видеть себя в рячку. И вот, и как я немножко до этого говорила, на то, что я очень большой фанат именно каких-то крепостей и замков, то в Сербии их, на самом деле, хватает. И если вы такой же фанат, то вам здесь будет интересно поездить. И я расскажу, на самом деле, не буду подробно рассказывать, потому что, на самом деле, можно говорить очень долго и много, и смысла в этом вообще нет. Просто хотя бы вам такие, знаете, ориентиры расскажу, то есть, куда можно поехать и что посмотреть, а вы потом уже сами посмотрите в интернете, если вам интересно будет, что есть что, или даже если не смотрите, просто приедете и сами воочию увидите и у местных поспрашиваете, что это такое и вообще какая у них история. первая крепость это Голуба, спазар, пожалуй, одна из самых известных крепостей в Сербии, находится она на востоке, в национальной... Очень близко с границей с Румынией. Да, с Румынией, на границе с Румынией, в национальном парке Джердап. Вот. Крепость старая, полузатопленная, как видно на фотографии, но довольно интересно здесь походить, погулять и очень живописные фотографии получаются. Вот. Из Белграда можно доехать до города... Вернее, сесть на автобус до города Кладова и вот по дороге выйти у города Голубац, современный город, и вот от него как раз можно будет дойти даже, по-моему, пешком до вот этого вот, до этой крепости. Также, если вы поклонник велосипедов, то в этом современном городе Голубац можно... Голубац, да. можно взять на прокат велосипед и на велосипеде доехать до этой крепости, тем более, что через эту крепость проходит известная европейская, общая европейская велотрасса Вело-6. Вот. для любителей велосипедных путешествий это будет очень интересной точкой маршрута. Еще одна крепость, еще одна, еще одна крепость, о которой я хочу рассказать, это крепость Маглич. Она находится в центральной Сербии в 15 километрах от города Кралева. И в чем прелесть этой крепости, да, то есть она окружена по сути такими горами, на фотографии видно, внизу протекает река, вот, к сожалению, правильное ударение у этой реки, я не знаю, но... Ибар. 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 Вот. Довольно-таки, знаете, такая, ну, горная, шумная река. И, опять же, если вы не пожалеете себя, или вы любите лазить по горам, то забраться на вершину, на эту крепость и сделать потрясающие пейзажные фотографии можно как раз отсюда. Я думаю, потом вам очень приятно будет на эти фотографии смотреть, и вот, может быть, даже вы выложите их в фотосток и заработаете на них. Вот. Также здесь проходит, на реке проходит фестиваль лодок. Я, честно говоря, не помню, как он называется, но разные, как бы, участники, они придумывают какие-то лодки специальные. Лодки, плоты, в общем, что придумают, за чем можно плыть, вот они на то. Да, на том и плавают. То есть, там даже иногда всякие министры сербские участвуют, и, в общем, довольно-таки веселые мероприятия, да. Вот, так что, если вдруг, оно, по-моему, проходит в начале июня, если вы будете в это время в Сербии и захотите поучаствовать, или даже хотя бы посмотреть, я думаю, вы не пожалеете. также хотелось бы рассказать о крепости в городе Ужицы. Оно находится по горах Златибор, что вот на трассе в сторону Черногории. То есть, как раз, если вы едете из Сербии в Черногорию на автобусе, то вы проезжаете этот город. У нас так получилось, что нам нужно было ждать автобуса до Черногории довольно долго, и что, собственно говоря, делать. Не просто же так сидеть на вокзале, или... То есть, мы пошли в город, мы оставили свои вещи на автовокзале, пошли в город и увидели эту крепость снизу с города в скалах такие развалины и решили туда забраться. Собственно говоря, мы туда забрались. Вот. Здесь крепость, она, конечно, разрушенная, но здесь проходят различные театральные постановки, причем, когда уже почти стемнеет. Здесь включается определенный очень атмосферный свет, и вот какие-то театральные представления смотрятся гораздо круче, чем даже в театре. Вот. И хотелось бы рассказать о Смедеровской крепости. Это самая большая крепость во всей Европе. Находится она недалеко от Смедерева. Смедерева, года, и в принципе из Белграда туда автобусы ходят чуть ли не каждый час. Да, это очень близко. Поэтому если тоже хотите погулять по городу, посмотреть на эту крепость, то тоже советую. Вот. Опять же, я еще раз повторю, что я не хочу рассказывать всю историю всех этих крепостей, хотя я знаю, но это именно для того, чтобы вы понимали, куда можно съездить, что можно посмотреть. Вот. Дальше есть также в Сербии древнеримские памятники, которых я тоже упоминала. То есть, допустим, если говорить о воеводине, да, то это Сирмий, находится он на территории современной Сремской Митровицы, и от Белграда либо из Новесада ехать примерно полтора часа автобусы туда. Автобусы ходят очень часто, поэтому добраться туда не проблема будет. Опять же, сколько стоит и расписание автобусов, вы сможете потом найти по ссылочке, которые будут в специальном памятнике. Вот. Кстати, чем известен этот город, Сирми, то, что он должен был стать столицей, или даже стала столицей одной из четырех столиц поздней Римской империи, то есть когда она уже делилась, по сути, на несколько таких империй маленьких. Также хочется отметить Луминасум, это самый известный древнеримский памятник Сербии, и находится он недалеко от Белграда, в 100 километрах от Белграда, ну, по сути, это недалеко, совсем-совсем близко от города Пожаревоц. И в чем здесь прелесть этого места, то, что здесь есть научно-исследовательский центр, где, когда можно приехать, и вы даже сможете поучаствовать в каких-то археологических раскопках. То есть, если заранее договориться, то, мне кажется, те, кто любит историю, те, кто любит Рим, и вообще археологию, то это будет очень интересно. И также есть недалеко от города Зайча, в селе Гамзиград, есть также развалины римские, называется это Феликс Рамуляно. Чем он известен? То, что здесь захоронен последний римский император, который считался римлян-гогом, то есть божественным происхождением. И здесь раскопки до сих пор ведутся, потому что скрыто очень-очень много всего от глаз, и здесь даже проводили МРТ-исследования, и видно, что еще очень много-много-много чего нужно найти. Соответственно, если вам будет интересно, если вы будете в тех краях, то можно зайти и посмотреть, и сделать, опять же, очень интересные фотографии. Прошу, прощения. Давай я, может, про этот туризм немножко отдохнешь. Этот туризм достаточно распространен в Сербии, естественно, то есть есть много мест, которые специально под этот вид туризма построены, например, одно из мест деревни Серогойна, которая находится недалеко в горах Златибор, как раз где мы были в горах в мае, там оказалось достаточно холодно в это время, поэтому все-таки лучше туда ехать летом, когда более тепло и ночью более теплой. Обычно в таких местах можно приехать и почувствовать себя настоящим древним сербам, скажем так, то есть чистейший воздух, Златибор просто шикарное место, там чистейший воздух, то есть маленькие домики в виде избушек этих древнего вида. Ну да, прям настоящие сербские национальные дома, то есть в них можно становиться. Причем они со стороны такие, а внутри они абсолютно современные, там и душ, ванна, туалет, хороший камин, и достаточно хорошо обставлено они современно, правда все в дереве, такая атмосфера потрясающая там серогойна. И вообще в принципе этно-туризм, есть и другие места на территории Сербии, куда, кому интересен этот вид туризма, то вот в Сербию добро пожаловать. Да, то есть на самом деле как бы если, допустим, Наташа рассказала о серогойнах, он находится в горах западных, в юго-западных по Сербии, да, то, допустим, в Боеводине есть такое своеобразное явление, как Саваши, такие фермы, как хутор, да, как хутор, да, да, которые сохранили по сути вот все убранство, вообще как, что все было, как, как, в 18-19 веках, то есть, там даже готовят, кстати, еду по рецептам таким более ранним, да, и атмосфера вся сохраняется. Знаете, просто есть в Сербии такое понятие, как slow food, на, то есть на сербском, я, честно говоря, не знаю, как это называется, ну да, медленная еда, то есть когда они очень медленно кушают. А нет, здесь такого конкретного, ну, может быть, да, ну, я просто знала, что вот у них, в крайней мере, в одном из Салаша такое вот есть, и, то есть когда они, знаете, очень наслаждаются едой, не торопятся. В принципе, сербы особо никуда не торопятся никогда. Ну, в общем, да. Вот, то есть, соответственно, в воеводине вы можете поездить по Салашам, их здесь, ну, такое приличное количество, один такой из известных, Салаш-137, я там была, и можно остановиться на ночь, у них там есть специальные, как бы, номера, которые также сделаны в стилях, в принципе, даже, мне кажется, на восстановленных, на реставрированной, то есть у них там реставрирована мебель 19-го, 18-го веков, и вот, в принципе, мне кажется, это будет очень интересно те, кто, те, кто хочет заняться кому интересен, в принципе, этот принцип. И нельзя не отметить эту деревню Мирокустурица, Дарвенград. Интересное место, кстати, тоже атмосферное, достаточно необычная история, потому что вот эту деревню, которая называется Дарвенград, ее построил, как говорят, Эмир Кустурица. То есть он снимал свой фильм в тех местах, фильм «Жизнь как чудо», ему безумно понравилась местность, и он, как бы, построил деревню, она с одной стороны этно, а с другой стороны есть еще своеобразный эмира-кустуровский юмор, потому что у него местность небольшая, деревня небольшая, но там улицы, есть свои улицы, есть своя площадь, и там, например, есть улица, Михалкова, по-моему, даже. И, кстати, это место, оно популярно для некоторого вида фестивалей, здесь есть кинофестиваль, и туда приезжают известные голливудские актеры, такие, как, например, Джонни Депп, как, например, Моника Белучи, Моника Белучи, да, интересное место, на самом деле, опять-таки, если вас волнует этно-туризм и затрагивает эта тема, искренне советую туда поехать. Да, это огонный рассказ. Так, пока вопросов, видимо, нет, ну, значит, дальше продолжаем, может быть, по ходу появятся. Сейчас затронем мы такую, довольно-таки, нашу, наверное, любимую тему в Сербии. Ну, правда, покушать здесь любят все, и это не мудрено, потому что очень вкусно здесь все. При том, что, кстати, я хотела бы обратить внимание, сербская кухня, она немного специфична в том плане, то есть, это, например, не французская кухня. То есть, здесь нет таких изысков, и, как я уже говорила про ресторан, например, придя в ресторан, особенно национальный, вы не увидите, например, там что-то с маленькой кусочек, с завитушками, там еще с чем-то. Здесь любят много, вкусно, натурально, от души, да, и, в принципе, вся кухня такая, хотя, опять-таки, как и на архитектуру, на кухню сильно повлиял исторический аспект, то есть, здесь есть и австро-венгерские какие-то блюда, есть турецкие с восточным уклоном, славянские местные, то есть, такая разнообразная, очень даже немножко итальянская какого-то есть, потому что, например, если говорить, ну, мы сейчас говорим про Сербию, да, но, в принципе, Черногория и Сербия очень долго были вместе, и они друг у друга брали что-то из кухни, так вот, в черногорской кухне, вообще, в принципе, так как Италия достаточно близко, сильно повлияло и есть какие-то итальянские блюда в том числе. Ну да, да, соглашусь. Пожалуй, самое национальное, ну, правда, плескавица, и это одно из первых блюд, с чем я познакомилась, по сути, это фастфуд, но это не тот фастфуд, который, знаете, как вот гамбургер, там, Макдональдс или еще что-то, нет, это все очень натуральное, и я бы сказала, очень большое, вот, и можно я скажу впечатление, потому что я, например, в России, живя всю жизнь, я не ем фастфуд, ну, как бы, не любительница фастфуда, и когда сюда пришла, приехала сюда, мне первый раз предложили, просто так сложилось, что нечего было кушать, только это, давайте купим, причем купили на улице, ну, на улице такие маленькие эти осочки, где вот это все делают, я попробовала, и все, и влюбилась, потому что на самом деле натуральные булочки, это свежие, которые вот недавно испекли, и при тебе же эту котлету испекут, и всего там наложат вовнутрь, то есть это даже нельзя сравнить ни с какими гамбургерами, Макдональдса, или еще чего-то подобного, это вот прям, да, вообще в принципе фастфуд, но вот он своеобразный фастфуд, он не такой, как вот общепринятый, здесь распространен, и люди как-то, ну, я не знаю даже, что это, хорошо или плохо, вот я, братья, недавно об этом думала, проезжают, то есть люди на улицах абсолютно легко покупают, и тут же как-то на улице, и вон на остановке, там по утрам особенно, покупая какую-то булочку с йогуртом, она тут же поела, поехала на работу, или там купить вечером на лавочке, поесть, ну, вот как-то здесь, вот в этом плане культура, она много отличается от, например, российской, то есть, например, у нас это меньше, используется, конечно, но не настолько повсеместно. То есть здесь, да, потому что, видимо, ну, все, правда, вкусно, как бы они, ну, просто едят, едят, то есть им это абсолютно спокойно. Да, да, то есть, ну, как бы, хоть и говорят, что русские и сербы очень сильно похожи, культура похожа, но при более детальном, ближайшем таком рассмотрении, все-таки замечаю, что в каком-то плане у нас культура разная, не хорош, я не говорю хорош в каком смысле, там, что хорошо, что плохо, просто она разная, то есть у нас отношение немножко к фастфуду другое, а здесь вот только в путь. И в блинчики, и пиццу тут же они могут на улице есть. Ну, да, все, что можно по дороге на ходу съесть, все кушается, вот я бы так сказала. И, в принципе, для путешественников, на самом деле, это очень, очень хорошо, в том плане, да, выгодно, потому что весь этот фастфуд, он вкусный, натуральный, но фишка в том, что он дешевый. То есть, если вы хотите бюджетно путешествовать, да, то там, не знаю, плесковица, вот эта огромная плесковица, которая, по сути, для меня, например, хватает на весь день, на весь, вообще на весь день, она стоит 1 евро. То есть, ну, вообще, это ни о чем. Вот, соответственно, все остальное, есть что-то подороже, есть что-то подешевле, но все в пределах двух, вообще все в пределах двух евро, именно фастфуд. Вот, дороже вообще я ни разу не видела ничего. Ну, вот, ну, как бы, если говорить вообще о еде еще дальше, то, как бы, чуваки, опять же, это мясо. Ну, это мясо, да. То есть, вообще, на самом деле, Сербия – это страна мясоедов, это, как бы, здесь есть вегетарианцы, я была искренне удивлена, у меня есть несколько знакомых вегетарианцев, но основная часть все-таки мясоедов, и при том, что рыбу едят мало. Да, рыбу мало. И рыбу едят мало, и не очень, ну, на мой взгляд, не очень хорошо они готовят. То есть, я практически не пробовала здесь рыбу, вот что, единственное, на гриды, наверное, еще можно, а вот какие-то по-другому, то есть, их специфика – это мясо. Ну, и хотя, для людей, например, для вегетарианцев, кто туда приедет, конечно, здесь большой выбор и овощных различных закусок и всяких блюд, как бы с этим проблем нет, но мясо – это вот и конек. Да, могу даже рассказать одну такую маленькую историю, опять же, из личного опыта. Сербы, друзья, пригласили нас на, пригласили на пикник, на пляж. Вот, и мы как привыкли, то есть, на пляжу, да, будет какой-то костер, и можно спокойно там запечь, я не знаю, какие-то сосиски, например. Мы купили сосиски, приезжаем к ним туда, у них оказался пляжный домик двухэтажный, такой небольшой, большой гриль, на котором они уже делали мясо, причем мясо у них там было просто килограммами, разного-разного. Наши сосиски там вообще были. когда они видели наши сосиски, они такие, вы почему-то, да, русские немножко ошиблись с местом, в общем, мы просто не знали вот этой вот, такой специфики, да, то, что если они говорят, пойдемте на, типа, на пикник, на пляж, то это вот у них, по крайней мере, у наших друзей это вот это значит. То есть это нужно много мяса. Это рожки, это рожки. Это все на гриле, а они чаще всего задают рожки. Да. То есть, ну, это, мне кажется, очень ярко описывают, да, и показывают показатели. Вот, еще что, что у них едят? Чорба это? Чорба это суп, но причем здесь есть различия, например, для нас суп это суп, вот как бы больше, это суп, не знаю, куриный это суп, щи это суп, для них нет. У них есть два подразделения, чорба это густое, как, например, вот наш борщ или щи, а есть суп, это практически один бульон, и немножко там вот вапшинчики. Вот для них вот это вот суп. Поэтому, если вы у сербы спросите, какой суп, он вам посоветует вот только вот этот. А если вы хотите нормально покушать, как вот у нас принято, то нужно говорить чорба. Вот это, кстати, фотография, это мы сделали на острове Гой, на озере Палича, в одном из ресторанчиков. Мне принесли, я заказала чорбу из карпа, и мне принесли не тарелку, мне принесли кастрюлю и отдельно в тарелку, вот эту кастрюлю с половничком, где я отдельно себе наливала в тарелку и как бы отдельно уже из тарелки кушала. То есть я сначала несколько удивилась, скажем так, что принесли вот именно в такой маленькой удобной кастрюльке. Чем еще славится Сербия? Безусловно, она славится вином. Домашнее вино или вино, которое производится именно в промышленных масштабах, оно все довольно вкусное и у них очень большое количество как больших виноделин крупных, так и маленьких. Причем вина отличаются в зависимости от региона. То есть есть какие-то горные винодельни, есть винодельни воеводины, есть еще какие-то. То есть на самом деле, вот если говорить о воеводинском вине, то мне очень нравится вино... вино Ковачевич. То есть здесь такая, на Фрушке горе есть винодельня, где как раз и его производят, и опять же, если вы будете в этих краях, то можно туда заехать. Есть в Центральной Сербии, недалеко от Ниши, винодельня Малча, и вот, собственно говоря, фотография оттуда. В чем фишка? Винодельня Малча, в том, что там несколько видов... Вся винодельня, она разделена по временным отрезкам. То есть есть вино по рецептуре, и... А, вот это она, да? По рецептуре, например, той, которая была принята в Древнем Риме, потом есть место... Именно там готовят вино именно так, по тем старым рецептам, то есть вот это вот... В старой процедуре. Да, то есть на фотографии это видно, как бы это именно амфоры, сделанные из глины с серебром, которые закопаны в какой-то грунт, и вот таким образом вино настаивается. Потом... И есть еще несколько отрезков, там, по-моему, было... Средневековое вино. Да, 18-19 век и современное. Да. То есть получается четыре таких дома, да? Да, отдельно. И везде разная рецептура, соответственно, разное вино. Да, разные вкусы, и к тому же вот сейчас они как раз недавно в прошлом... Да, ровно год назад они официально открылись, и сейчас у них можно даже заказать, знаете, такой обед... Как у древних императоров. Да, древнеримских императоров. То есть это древнеримское вино, обед, там еще что-то такое. Там у них сейчас даже, по-моему, достраивается уже амфитеатр, то есть будут проходить различные там тендральные постановки, достраиваются какие-то такие места, где можно остановиться, даже переночевать. Плюс, к тому же, там очень красивая природа, потому что находятся, по сути, знаете, такие холмистые горы, покрытые там, вот знаете, такой травой. В общем, действительно, очень живописно. Вот, поэтому, если тоже там будете, в районе ниши, то можно и сюда заехать. Я думаю, тоже будет интересно. Да. Те, кто особенно любит вино. Ну, и раки. Раки – это... Раки – это раки. Да, это, по сути, напоминает немножко самогон наш русский, но это, знаете, это что-то, это национальный напиток. Он очень сильно разогревает кровь. Он из разных фруктов и ягод сделан. Вот, то есть... Причем, его пить нужно обязательно маленькими глотками. серп вообще не поймет того русского, который раки пьет залпом. На него это нонсенс. Он пьет по чуть-чуть, например, такую там 50 грамм. Он может быть в течение там получаса сидеть, общаться со своими друзьями, соседями и вот по чуть-чуть так попивать раки. Да. Так, вот теперь, собственно говоря, переходим к последнему нашему блоку, да. «Как прожить в Сербии без визы и БНЖ?» и потом еще немножечко расскажу. То есть, смотрите, я живу здесь больше года, но действительно у меня нет ни визы, нет ВНЖ. И то есть мне приходится каждый месяц выезжать за границу. Здесь, получается, виза у тебя как бы есть. Виза, она всего на месяц, то есть ты можешь здесь находиться всего месяц, 30 дней. Ну да, то есть получается, если я не хочу делать визу, не хочу делать вид на жительство, то... Как турист ты можешь находиться здесь 30 дней. Соответственно, можно делать, смотрите, можно делать виза-ран в несколько стран. То есть можно делать в Черногории, но это далеко. Ну, недалеко, вернее, если вы хотите в Черногории остаться на несколько дней, то можно сделать виза-ран в Черногории. Очень быстро из Новесада, по крайней мере, Мы делаем виза ранг в Оснюю, это буквально 2 часа туда, 2 часа обратно, но мы заказываем машинку, и на машине это довольно просто. Допустим, у нас 4 человека, туда-обратно мы съездили, разделили всю цену машины на четверых, и получается довольно выгодно. Также, смотрите, в Черногории можно сделать визу в Хорватии, национальную хорватскую визу в Черногории, в городе Герцог-Нове. Виза стоит, срочная виза 135 евро, делается она за 3 дня всего, за 2 дня даже, и делается сразу на полгода. Вам нужно будет всего лишь ваш паспорт, выписку со счета, чтобы там было не менее 70 евро на счету, и обязательно нужно будет купить у них какой-то там тур в этой фирме. Но там, на самом деле, у них есть автобусный тур на буквально 2 дня, в Дубровник можно будет съездить, и это стоит 15 евро. Соответственно, в принципе, можно таким образом и посетить Хорватию. Вот тут спрашиваю, что такое виза ран. Смотрите, то есть, допустим, у меня есть разрешение на пребывание в Сербии 30 дней, то есть я без визы, просто с обычным загранпастором могу приехать в Сербию на 30 дней. Но после 30 дней я должна уехать из Сербии. Соответственно, я пересекаю границу, то есть я выезжаю из Сербии, и заезжаю в какую-то другую страну, в данном случае, например, в Боснию. Мне ставят печать о том, что я заехала в Боснию, потом я в тот же день могу уехать из Боснии, даже вот мы буквально 40 минут максимум находимся в Боснии, и едем обратно на границу. Нам ставят печать о том, что я пересекла границу, то есть я выехала из Боснии, и я подъезжаю, допустим, к контрольному пункту на сербской границе, они смотрят, окей, да, вот они, вы выехали из Сербии, вот вы заехали в Боснию, вы выехали из Боснии, соответственно, можно поставить печать о том, что вы заехали в Сербию заново. И, соответственно, у меня вот эти вот 30 дней, которые у меня есть, соответственно, я, как сказать, я заново заехала в Сербию, и у меня 30-дневный безвизовый период опять открылся. Ну, вот таким образом. Можно ли с ВНЖ в ЕС поехать в Боснию или Черногорию? На самом деле, из всех вот этих стран Черногория и Босния для российских граждан виза не нужна. Да, то есть, да, и в Черногорию, и в Боснию виза не нужна, и, соответственно, если есть ВНЖ в ЕС, то без проблем можно поехать и в Боснию, и в Черногорию, вообще без проблем. Вот. Собственно, почему я дальше показала Хорватию, Бенгрию, Румынию и Болгарию? Если, например, вы остановились, например, на несколько месяцев в Сербию, опять же, без визы, без ВНЖ, но у вас есть Шенген, вы спокойно можете пересекать границу как в Бенгрию, так и в Хорватию, Румынию и Болгарию. Вот. Особенно, если у вас мультивиза шенгенская. И если вы сделали национальную хорватскую визу, даже если вы сделали ее в Черногории, то по этой хорватской визе вы также сможете поехать как в Румынию, так и в Болгарию, и еще сможете поехать на Кипр, но туда лучше полететь. Вот. То есть, если у вас есть национальная хорватская виза, то без проблем можно приехать и в Румынию, и в Болгарию, и на Кипр. То есть, знаете, когда, если вы, допустим, действительно путешествуете, и так получилось, что вы остановились в Сербии на несколько месяцев или на полгода, то ваши путешествия не будут ограничиваться Сербией в осени и Черногории, если у вас нет шенгена. Вы сможете поехать и вот в эти вот еще три страны. Вот. Это что касается виза рана. Также, как лучше снимать квартиру. То есть, понятно, что вы не будете, допустим, все там два, три, четыре месяца или полгода жить в хостеле или в квартирах с Airbnb. Ну, понятно, да, и тем более у каждого серфера. То есть, нужно как бы нормально снимать квартиру. То есть, есть два сервиса, таких, ну, крупных сервисов, где можно поискать квартиры. Они, правда, все на сербском, но, опять же, я написала, как можно искать. Вот. И описание, как бы, квартиры можно перевести в Google-переводчик. Но, смотрите, даже если вы позвоните по номерам, которые указаны там, то чаще всего люди разговаривают по-английски, и можно по-английски договориться на квартиру. Тем более, что стоимость, она уже официально указана. И поэтому, как бы, чаще всего владельцы квартиры, ну, без проблем сдают квартиры и иностранцам. То есть, например, вот как мы, мы уже, у нас получается, мы сейчас во второй квартире уже живем, то есть мы сменили уже, получается, одну квартиру, да? Да. Вот. Но чем полезен интернет-ресурс, да, то, что в этих ресурсах вы можете посмотреть фотографии квартир, да, сразу указаны цены, сразу могут указаны улицы, где находятся. А вот если, например, покупать, но эти квартиры, они чаще всего от агентств. Если вы покупаете газету, например, называется он «Огласник», то есть там, где объявления разные. Вот, может быть, какая-то другая еще есть газета, но вот я знаю только такую. Там в конце тоже есть целый список объявлений по аренде квартир, и там чаще всего сдают владельцы. Это владельцы этих квартир, но там нет, естественно, фотографий, чаще всего не указаны цены, то есть в любом случае нужно будет звонить по телефону, который там указан, и уточнять цену, уточнять стоимость счетов и тому подобное. Я, кстати, хотела бы еще обратить внимание, все-таки, если цена не указана, то вы, когда приезжаете, ищите квартиру, и если у вас есть какие-то знакомые все-таки сербы… Или сербскоговорящие люди. Или даже не то, что сербскоговорящие, а именно сербы, чтобы не было акцента, то все-таки я советую попросить их звонить, потому что, как бы там ни было, если звонит иностранец, цена нигде не прописана, то есть владелец квартиры может вам цену задрать выше. Поэтому, если есть знакомые сербы, именно сербы, даже я, например, если мы искали квартиру, то все-таки я просила своих друзей сербскоговорящих звонить, потому что все-таки я говорю с акцентом, чтобы люди не понимали, что я иностранка. Вот как бы с таким сталкивались. Да, ну тут опять же такая вот небольшая хитрость, которую, ну, просто нужно иметь в виду. И смотрите, опять же, я просто забыла сказать, когда вы пересекли границу, да, то есть когда вы заново въехали в Сербию, вам обязательно нужно будет с владелецом квартиры пойти в полицию, либо просто отдать ему паспорт, ну, лучше с ним пойти в полицию и сделать так называемый белый картон. То есть как бы зарегистрировать себя, как иностранца, на территории Сербии. В принципе, это, кстати, в любом случае, снимаете вы квартиру или нет, вы обязаны в течение 24 часов после въезда в страну как бы зарегистрироваться в полиции. Но если вы живете, например, в отеле, то обычно это делают сотрудники отеля. А вот если вы так снимаете квартиру, то этот момент лучше уточнять, потому что нужно будет в полицию все-таки обращаться. Это да, это 100%. Единственное, что если, например, вы просто приехали попутешествовать в Сербию, не у всех знакомые с Сербией. Да, ну тогда я вам советую все-таки больше, может быть, в интернете смотреть, потому что там не всегда агентства. Там есть и частные вещи сдают. Ну да. Если цена указана, тут как бы вы уже можете говорить, цена есть и все. Единственное, только обязательно, чаще всего эта цена указана без счетов. Да. Практически всегда она указана без счетов. Обязательно спрашивайте, сколько будет счета. Обязательно обращайте внимание на то, вот именно про обогревание квартиры, когда вы едете зимой или летом. То есть от этого цена счетов будет совсем разная. Ну это на самом деле не так страшно, как может показаться, да, то есть просто нужно обратить на это внимание. И я еще раз говорю, то что если вы звоните по телефону и, ну, по крайней мере с интернет ресурсов, да, то есть где официально цена указана, то и агенты, и владельцы квартир, они, в принципе, разговаривают по-английски и спокойно можно с ними все вопросы решить. Ну вот, некоторые даже могут говорить по-русски. Не, ну, как бы редко, но могут. Чаще те, кто старше. Да, они могут и по-русски даже поговорить с вами. Вот. Про белый картон, опять же, да, скажу то, что, например, если вы приезжаете на короткий период, в принципе, в принципе, можно его не делать. То есть если вы приехали на неделю или на две недели в Сербию, я никогда не делала. Вопрос в чем? То есть официально иностранец обязан прийти в течение 24 часов. Но, как бы, делая случай, да, как бы можно делать, не делать, и на свое усмотрение редко случаются то, что какие-то проблемы по этому поводу, там где-то у вас будут на границе. Но все-таки, как бы, для вас лучше, ну, знать, что это нужно делать. Да, то есть, как бы... Просто чтобы владеть информацией. Если в хостеле жить, а не регистрируйте... Да, если вы живете в хостеле, либо в отеле, то регистрация у вас идет автоматом, то есть вы вообще никак не... нет, то есть вы вообще можете не беспокоиться. То есть вы зарегистрированы, все, вас это никак не касается. Поэтому, в принципе, все без проблем. Вот. Это я говорю, если, например, вы реально снимаете квартиру, особенно если вы снимаете квартиру на, там, на два месяца, на три месяца, на четыре, то вам точно нужно регистрироваться, причем каждый раз, когда вы пересекаете границу. Это вот обязательно. И, кстати, я хотела сказать, что если касаемо полиции, да, здесь не бывает такого, чтобы полиция останавливала на улице, проверяла документы. То есть, учитывая, я здесь живу три года и часто разговариваю там на английском или даже на сербском, на русском, неважно, и полицейские слышат, что я иностранка, ни разу, в принципе, ни разу меня никто не остановил, не спросил документы. Да, это на самом деле, то есть, как бы, вообще, в этом плане это без проблем. Хотя носить, конечно, лучше носить, но как любой путешественник, наверное, знает, что лучше носить какую-то копию паспорта, например, а не носить паспорт с собой везде. Так, какие документы для регистрации нужны? Нужен паспорт и, по сути, нужен человек, владелец квартиры, то есть, где у него прописано, в его личной карте прописан адрес, где вы останавливаетесь, если вы снимаете квартиру у него. Личная карта – это, для справки, личная карта – это внутренний паспорт, как у нас внутренний российский паспорт, а в Сербии – это личная карта. Ну, вот это вот, как бы, что касается квартир. По стоимости квартир, там, счета, ну, как бы, не знаю, то есть, на самом деле, в зависимости от района, ну, однокомнатные маленькие-маленькие квартирки 90 евро и выше, ну, нормальные квартиры, а однокомнатные примерно 100-110 евро, такие хорошие. Ну, такие нормальные, ну, есть, то есть, да, безусловно, как бы, с нормальной, там, хорошей-хорошей-хорошей мебелью, с отличным ремонтом от 130 до 200 примерно, однокомнатные квартиры. Ну, вот. А вы даже, знаете, здесь вот, кстати, такая, такой момент, есть однокомнатная, есть полуторакомнатная квартира, они так называются, 1,5, есть гарсонера, гарсонера, это считается, как студия, но маленькая. То есть, это получается 1 комната, где и кухня, и, соответственно, вот, сама комната, то есть, они, часть, ну, все равно от 20, например, там, квадратов, наверное, до 30, может быть, так. Есть однокомнатная, это считается, значит, отдельно комната, отдельно кухня, а есть полуторакомнатная квартира, то есть, это получается, что отдельно комната, например, как спальня, а кухня и гостиная совмещенная. То есть, получается, как бы, большая гостиная с кухней и отдельная комнатка. Вот это вот полтора комнатка. Ну, и так далее, то есть. Да, есть и двое с половиной комнат, соответственно, две отдельные и вот это вот. То есть, ну, опять же, то есть, как бы, если вам нужна однокомнатная маленькая, допустим, на одного человека, да, то там можно с 90 найти. Если нужна двухкомнатная на два человека, то самый дешевый, правда, 130 евро, но это, правда, самый дешевый и, ну, лучше искать где-нибудь в районе, там, 200 евро, например, будут хорошие квартиры. Да, и, кстати, да, 200 евро будут хорошие квартиры с хорошим ремонтом и хорошей мебелью. И, в принципе, расположение неплохое будет. Если говорить по счетам, в принципе, про отопление, вот мы где-то до этого, Наташа рассказывала, да, то есть, есть центральное и не центральное, в зависимости от этого зависит. Ну, как бы я цены привела, но они такие, знаете, тоже, опять же, примерные, в зависимости от метража, в зависимости от, как сказать. Еще зависит вообще, в принципе, так называемая информатика, то есть, это такой счет, ну, как вот у нас, наверное, счет за квартиру. Здесь есть отдельно счет за электричество, отдельно, например, будет там за интернет, да, за телефон, и есть информатика, куда включается все-все-все. То есть, если, например, центральное отопление, то как раз отопление будет включено в эту информатику. Если не центральное, то есть, тут уже зависит от чего, там, не знаю, если это электрическая печка, то, соответственно, эта информатика будет очень маленькая, но электричество будет гораздо больше, в зависимости от этого. Вот, но все равно, как бы, уровень цен на счета, он, вот, за месяц, это стоимость за месяц, да. Не указал, это стоимость в месяц, поэтому, как бы, вы не пугайтесь. Вот, также про интернет, если говорить, да. Интернет, в принципе, нормально, то есть, видите, мы с вами, по идее, нормально разговариваем, общаемся, нас видно, ну, то есть, по крайней мере, презентацию, да. То есть, интернет хороший относительно, но я бы сказала, что он не дешевый. То есть, смотрите, если, например, в России там очень много разных провайдеров, и каждый, там, пытается какие-то акции сделать, там, снизить цены и тому подобное, то здесь интернет по какой-то причине, ну, по крайней мере, вот, самое главное у них провайдер СБВ, по какой-то причине делает, покупается только с, оформляется только с ТВ-пакетом. Ну, то есть, вернее, ты не можешь сделать только один интернет. Обязательно нужно либо вместе с интернетом они, вместе с телевидением они покупают, да, пакеты, либо вместе с телевидением и еще телефонник какой-нибудь. Ну, вот. И вот все вот это получается, вот самый минимальный пакет примерно от 20 евро. Примерно. В месяц. В месяц, да. То есть, вместе с ТВ. Причем интересный момент, кстати, есть. Нужно будет заключить договор, да, и если вы, например, переезжаете с одного места, там, с одной квартиры на другой, то, в принципе, вот этот договор, ну, просто можно перенести интернет туда. Да. Да, просто платите примерно 9 евро, да, за это, и вам переносят с одного адреса на другой. Все. То есть, соответственно, в договоре уже адрес другой указан, соответственно, и номер договора другой немного. Ну, вот. Но все оборудование, которое нужно для интернета, ну, там, есть. В принципе, ну, не проблема. Вот. Что касается, причем, даже если у вас нет, опять же, ВНЖ, то есть, вы простой турист-иностранец, но вы, допустим, там, хотите на полгода остановиться в Сербии, вы можете сделать договор, вот, на свое имя. Единственное, нужно понимать, что договор минимально делается на один год. Это минимально. Следующее, что я хотела бы затронуть, это мобильная связь. Если вы не резидент страны, то есть, вы не гражданин страны, то вы не можете сделать, так называемый, то есть, вы не можете заключить договор с провайдером и платить за мобильную связь по постпейд. Есть два вида, препейд и постпейд, соответственно, либо ты заключаешь договор, да, и платишь каждый месяц, там, какую-то определенную сумму, и разговариваешь, ну, там, огромное количество минут, огромное количество смс-ок, либо ты просто платишь деньги, то есть, это чаще всего, вот, для людей, кто не гражданин страны, ты просто платишь деньги, насколько наговорил, ну, вот, заплатил 10 евро, да, например, наговорил на 10 евро, все, еще платишь. Да, ну, то у меня обычно уходит, там, примерно 7-8 евро в месяц, то есть, в зависимости от того, там, ну, в общем, да, обычно примерно столько уходит. Вот, и я считаю, что это, в принципе, ну, немного дороговато, ну, как бы, ничего страшного. Так, ну, тут Людмила спрашивает, можно ли найти работу? Смотря какую. Да, смотря, что вам нужно, то есть, для... Ну, честно, откровенно, здесь сложно с работой, в плане, ну, то есть, работа, например, как фриланс, это одно дело, да, а работу, как обычная, нет, здесь достаточно тяжело найти работу, и уровень безработицы высокий, поэтому, если, например, планируете сюда приезжать, то вам изначально нужно как-то приезжать на какой-то срок, да, или переезжать, то нужно обязательно продумать источник дохода. Да, ну, например, я работаю как фрилансер, да, то есть, я пишу тексты, я, там, не знаю, я project manager, там, различных сайтов, да, то есть, таким образом делаю. Сейчас, учитывая то, что нужно разрабатывать немножечко больше... Из-за курса, да? Да, из-за курса евро, вот, то пришлось научиться делать сайты, то есть, я буквально с января села, да, и сама решила тут поучить, мне стало интересно, собственно говоря, вот сейчас этим зарабатывать. То есть, вы на самом деле сами решаете, если вы именно хотите просто попутешествовать, но долго, знаете, такой slow travel, то есть, в разных странах пожить подольше, то я думаю, что вы уже задумывались о том, что вам нужно иметь какую-то удаленную работу, да, или удаленный источник заработка, и тогда, если он у вас есть, тогда вам, в принципе, без проблем можно остановиться на несколько, там, месяцев, или полгода, или год даже в Сербии. Вот, это как, с моей точки зрения, это, в принципе, так и есть. То есть, в принципе, сюда переезжать ради работы, ну, смысла нет точно. Нет, нет, да, то есть, сложнее ситуация с работой, чем в России, причем гораздо сложнее. Вот здесь Наталья спрашивает, как учили сербский язык. Ну, мы уже говорили про это, но я хочу, знаете, как сказать. Я учу только на слух, то есть, то, как мы с сербскими друзьями общаемся, и я не специально говорю, ребята, говорите со мной по-сербски, чтобы я хоть как-то на нем говорила, потому что мы все время общаемся на английском, и, как бы, это, ну, не проблема для общения. Вот, но ребята стали понимать, что, да, я живу здесь год, и все равно говорю на английском, и поэтому они специально уже говорят на сербском, и, кстати, это очень помогает развивать хотя бы словарный запас. Да, я, может быть, грамматику не все правильно использую, но развиваю словарный запас. К тому же здесь, в Нове Саде, по крайней мере, есть школа специальная сербского языка, вот, которая сейчас запускает специальный курс сербского языка по скайпу, когда за три месяца можно научиться говорить, в принципе, ну... Ну, основное, разговаривать. Да, прям разговаривать по-сербски, в принципе, это очень интересный такой проект, он рассчитан именно на Россию и Украину, и я также, вот, видимо, в файлике пришлю ссылку, кому интересно, то есть, кто просто захочет, может быть, переехать, либо поехать на долгое время в Сербию, я думаю, какие-то вот азы сербского, и в том числе... Да, даже уже не азы, а действительно, то есть, чтобы приехать в Сербию и говорить на сербском спокойно, в различных инстанциях, в магазинах и тому подобное, я думаю, этот курс будет очень полезен, потому что ведет его, во-первых, ну, сербские преподаватели, именно преподаватели именно сербского языка, сербы. Вот. Соответственно, я думаю, это будет действительно полезно, плюс, так как это проходит курс онлайн, то он не стоит, там, каких-то огромных денег. Вот, то есть, в принципе, удобно, ты из дома, там, несколько раз в неделю занимаешься, и три раза, ну, три месяца, и все, ты говоришь на языке, по сути. Не идеально, но ты говоришь на языке. Вот, то есть, это вот я тоже хотела отметить. Вот, поэтому, я надеюсь, вам понравилось. Может быть, какие-то еще вопросы есть? Да, на самом деле, да, я смотрю, вопросы как-то уменьшились, видимо, либо мы все рассказываем, либо стало немножко неинтересно, либо, не знаю, просто иссякли вопросы. Да, может быть, иссякли вопросы. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием послушаю, с удовольствием на них отвечу, если буду знать. Что еще хотела бы сказать? Если вы хотите путешествовать по Сербии, да, или, допустим, по Черногории, или по Венгрии, Румынии, Чехии, Франции, вот, то, в принципе, я довольно хорошо знаю эти страны, несколько раз там везде была, и могу с удовольствием вас проконсультировать по путешествиям, по каким-то бюджетным путешествиям, могу помочь составить ваше самостоятельное путешествие, если вы не можете найти какой-то информации. То есть, в принципе, могу с удовольствием, очень хочу даже, наверное, помочь вам в ваших путешествиях, чтобы вы почувствовали что-то такое свободное и самостоятельное путешествие, когда вас ничто не держит, когда вы можете совершенно неожиданно открывать для себя страны, как у меня, например, было с Румынией. Я вдруг... Мы решили полететь, и на следующий день полетели в эту страну, у нас как раз еще был Шенген. За пять дней страна меня удивила невероятным образом. То есть, я такого сюрприза вообще не ожидала от страны, причем очень приятного сюрприза. Вот, соответственно, буду рада вас услышать где-нибудь еще. Вот. И, в общем-то, до новых встреч. Так, сейчас, подождите, немножко вопросы посмотрю. Нет, здесь только благодарности. Только благодарности. Так, вот, нас уже кто-то второй раз слушает. Ну, хорошо. Всем хорошего, доброго вечера. Сейчас, я думаю, Наталья возьмет свое слово. Всем до свидания. Да, спасибо огромное. Взяла слово. И еще раз огромная благодарность Ирине и Наташе. Очень красивые фотографии передают местный колорит и настроение этой прекрасной страны. Много полезной информации. Дорогие друзья, давайте поблагодарим наших спикеров восклицательными знаками в чате. Итак, если вы хотите отправиться в самостоятельное путешествие, мечтаете, чтобы оно получилось запоминающимся, не изматывающим, полное веселых фото и видео, впечатлений и новых друзей, тогда вам к Ирине Гуреевой. Проходим по ссылке и знакомимся с предложением. Итак, с правой стороны, в правом верхнем углу вы видите баннер, нажимаете на кнопочку «Заказать» и попадаете на страницу с предложением. Так она выглядит. Итак, помощь в составлении самостоятельного путешествия. Предлагается два варианта. Первый вариант – это полная подготовка. Сегодня стоимость этого продукта 4000 рублей, скидка 1000 рублей или 20%. И второй вариант – это помощь с билетами, проездом и проживанием. Стоимость очень приятная, очень вкусная – 2500. Всего-навсего это скидка в 50%. И что же вы сможете узнать? Ну, во-первых, как дешевле всего туда улететь, где найти дешевый трансфер, где интереснее всего остановиться. Это необычные хостелы и отели. Что обязательно посмотреть, куда сходить, чем можно заняться в том или ином месте, которое вас заинтересует. Наш эксперт по стране составит персонально для вас красочную книгу-гид с картинами, с картами и всей необходимой информацией по путешествию. Итак, сегодня очень хорошие скидки на предложения от Ирины Гуреевой. Поэтому смотрите, выбирайте, знакомьтесь с предложениями и нажимаете на кнопку «Заказать». Упадаете. Ага, вот интересно получилось. Так, попробуем вот это заказать. И здесь тоже. Хорошо, сейчас я тогда уточню у наших организаторов, почему у нас здесь получилась ошибочка. Вот. И, уважаемые друзья, я думаю, через какое-то время можно будет пройти по этим ссылочкам и оформить заказ. Но вы помните, что мы, нажимая кнопочку «Заказать», попадаем на страницу. На страницу, где оформляем заказ. Там мы указываем свое имя, электронный адрес и номер телефона с указанием кода страны. С вами обязательно свяжутся и поможет провести оплату. Напомню, что запись выступления сегодняшнего дня будет открыта для просмотра до завтра до 18 часов по московскому времени. После 18 часов вы сможете приобрести эту запись, пройдя по баннеру за 450 рублей. И 4 ноября в 19 часов мы встретимся с любительницей путешествовать автостопом. Это Олеся Градиенко. Как сделать первый шаг и решиться на автостопное путешествие? Как правильно подготовиться к путешествию, чтобы приключения были только веселыми? Правила безопасности и приемы, которые помогут в нестандартных ситуациях. Об этом и многом другом вы узнаете из выступления Олеся Градиенко. У нас поменялось расписание. И о втором спикере вы узнаете из писем, которые придут вам на электронную почту. Так что следите за информацией, не пропустите все самое важное и интересное. Увидимся с вами завтра. Ну а я благодарю вас за внимание и желаю всего самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok